это вот завершающий уже этап моего обхода заряди так называемый потусторонний подъем когда просто здесь мороз я просто шел шел и как говорится смысл в ногах ногами ногами или как пели старые добрые песни папой 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 была такая была такая нет нет по-моему не там кому какие-то были иностранные слова ну что же впереди шоколадница где вы уже видела здесь я несу в руке священный текст мопассана значит мопассан писатели которого совершенно превратные какие-то до меня доносились разговоры что типа это эротика что типа он буквально говорили что вроде как писюльки описывает что такое да нифига подобного это совершенно другой писатель который открылся мне это безусловно великий писатель и когда я узнал что у толстого это один из любимых писателей в общем я подумал неужели у меня тоже станет да безусловно вообще французы это просто гнапросто я снимаю шапку друзья мои бальзак это давным-давно мой как говорится самый близкий друг флабер гюго отверженные это из изумительный мой опыт совершенно понимаешь тогда когда я понял что понимаешь ключевой момент что это именно гуманистическая литература очень что это добрый человек гюго понимаешь и затем ну господи всех ты так знаешь кстати о филе готе я капитан фракас читал мой брат эту книгу любит я не в таком восторге остался но тоже как-то именно когда уже эта книга в меня впиталось могу сказать что вот вон он красавица ладно сейчас перейдем по светофору помолясь я скажу вам честно что я сейчас берегу ресурсы и ракеты которая перенесла вот эти все запуски в мороз зря я наверно вот так вот мороз разъезжал активно но другой стороны я не мог не разъезжать у меня были священные обстоятельства ну так вот берегу для священной поездки в мариал которую я думаю предпринять что я не знаю когда и как знаешь я уже давным-давно предпринимаю поездки вообще любые действия так я это действие начинаю без мысли о том что его буду доводить до конца так как в прошлом году уехал в казань я начал просто с окрестностей владимира посетил это собственно пересказываю конец марта прошлого года посетил значит блин подожди боголюбова да вот величайшее самое прекрасное творение церковь покрова на нерли но потом ехал 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 очень все отлично падают что там материала довольно немного и наснимал но тогда еще был неопытный блогер ну и во тьме я уже приехал к своей тете в казань который еще не было в общем-то недовольна моими маневрами приняла радушно и потом я прекрасно гулял со своей сестрой по прекрасной языческой мистической древней казани